5 ноября в зале коллегии администрации состоялось расширенное аппаратное совещание при главе администрации Кировского района, на котором обсуждали актуальные для района вопросы. Говорили о ходе реализации в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2013 году планы мероприятий на 2011-2015 годы по реализации концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года. В районе на начало 2012 года проживало свыше 334 тысяч человек. На 1 января 2013 года около 332 тысяч человек. В последние годы в Санкт-Петербурге наблюдается рост рождаемости. С 2009 года прекратилась убыль детского населения и произошел переход в фазе роста. Наш район не исключение. За 9 месяцев 2013 года родился 2681 ребенок, что на 64 ребенка больше по сравнению с прошлым годом. С 2011 года действует закон о почетном звании и премии Санкт-Петербурга за заслуги воспитания детей. Двум семьям Кировского района присвоено это почетное звание. Актуальные проблемы, затрагивающие семьи с малолетними детьми, остается недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. Сеть дошкольных учреждений района включает 75 детских садов, которые посещают более 14 тысяч детей. Несмотря на то, что в районе отсутствуют очереди детские сады, дополняемость групп составляет в среднем 105%. Также на аппаратном совещании говорили о работе административной комиссии Кировского района Санкт-Петербурга в 2013 году. За 9 месяцев текущего года административной комиссии всего было рассмотрено 1063 протокола об административных правонарушениях. В административные нарушения входят нарушения в сфере предпринимательской деятельности, в сфере благоустройства, нарушения общественного порядка, распитие спиртных напитков в неустановленном месте, нарушение тишины и покоя в ночное время суток, а также нарушение содержания собак. Больше всего административных нарушений было выявлено в муниципальном образовании Автово Кировского района. Трудники полиции готовы оказывать содействие и муниципальному образованию, и уполномоченных должностных лиц администрации в составе протоколов административных правонарушений. На расширенном аппаратном совещании также говорили о выполнении плана мероприятий на 2013 год по реализации программы развития сферы культуры Кировского района Санкт-Петербурга на 2012-2014 годы. Основными задачами концепции плана являются сохранение культурно-исторического наследия, что включает в себя модернизацию учреждений культуры, модернизацию услуг в сфере культуры и информатизации учреждений культуры. Второе – развитие самодеятельного художественного творчества в районе. И третье – обеспечение доступности культурных услуг творческой деятельности для лиц с ограниченными возможностями малообеспеченных слоев населения. Все аспекты данной программы выполняются. Проведен капитальный ремонт многих зданий, производилась закупка инвентаря, компьютеров и прочего оборудования. Также проводится поддержка развития творческих коллективов и объединений. Продолжение следует...